Егор, Лиза, давайте одеваемся, одеваемся и будем переезжать на новую квартиру. Все готово к переезду. Вещи собраны, посуда упакована. Семья Елены Владимировой жила в 28 квадратных метрах в четвером. Дом старый, 64-го года постройки. Сегодня это одна из семей Кощакова, которые переселяются по программе аварийного жилья. Мое рабочее будет место. Открывая новую духовку, буквально открывая дверь в новую жизнь, теперь в уютной квартире найдется место каждому члену семьи. Дом новый, чистота, уют. Здесь я поставлю шкаф, здесь поставлю диван, здесь у меня будет телевизор и кроватку для детей. Елена Мулякова получила квартиру как сирота. У нее двое малолетних детей. До этого не аютились у родственников. Гардеробную, да, у меня даже есть уже планы, как я ее обустрою. Два дома по 24 квартиры. Девять из них для сирот, а остальные аварийщикам. Таким образом, Пестеричинский район одним из первых в республике завершил программу по переселению из ветхого жилья. Есть планы и по социальной ипотеке. По ипотеке? Ну, по ипотеке у нас планы, они всегда амбициозные. Мы каждый год по два, по три дома вводили. Вот в этом году мы ввели один дом 44-квартирный в Пестрицах, 16-квартирный в Ленино-Кокушкино. Эти дома, они все заселены. Следующий этап снос ветхого жилья, этим также занимается Госжилфонд Республики. Как узнал то, что у вас новоселье, все свои дела отбросил и бегом к вам. Этот символический ключ от дома самый долгожданный подарок Новому году. Бавлинцам его вручили Деснорос и Снегурочка. Заехали в новую квартиру, как бы, свое жилье. Как сказки, можно сказать? Мы очень рады. Всем спасибо, кто нам помог приобрести это жилье. 20 семей получили квартиры по программе социальной ипотеки в доме по улице Зиновьева. 24-квартирный дом был построен в кратчайшие сроки. Последний дом по социальной ипотеке строился в 2010 году. И вот, наконец, мы добились общими усилиями с помощью прекрасных наших строителей, местных строителей, могли построить такое здание. Все квадратные метры уже распределены. В 12 квартир заселятся дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей. Работники бюджетной сферы займут 8 двухкомнатных квартир. Четыре такие же квартиры пока остаются в розыгрыше на сайте Госжилфонда. Альбина Слугараева, Амир Залюшев, ТНВ, Пестричинские и Павлинские районы. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова